Некоторые говорят, что человек, если работает, работает, он все влюбился в Дунья. Человек иногда бывает определяет, например, у человека хорошая машина, дорогая машина, но не знает этот другой человек, сколько этот человек тратит на пути Аллаха, сколько мечети строит, сколько помогает бедным и так далее. И другой человек говорит, а Дунья от тебя зашла в сердце. Как будто он Аллах и видит, что в его сердце. Суфьян бен Уйяйна сказал, не является из любви к Дунья, то что из тех слов, когда говорят, Дунья у него в сердце, если он старается и зарабатывает то, что ему приносит пользу из-за этого имущества. Это не является любовью. Даже бывает факир, бедный, привязанный к этой Дунья. Забывает Аллаха, не читает намаз, только вот думает, Аллах и не разбогатеть не может. И весь полностью смотрит, там картинки, о, там яхтед, о, как это. Вот это вот любовь к Дунья. И имам Ахмад, Ахмад бин Ханбал, И имам Ахмад, знаете, что сказал? Удивительные слова. Самые любимые дирхамы, самые любимые деньги, которые я зарабатываю, посредством торговли. И самые нелюбимые для меня деньги, которые ко мне приходят, это то, что мне дают мои братья. Бывает там братья, а, видишь, положение тяжелое, возьми, брат. Это самые нелюбимые для меня деньги. А самые любимые, то, что я зарабатываю посредством торговли, сказал имам Ахмад. И имам Ахмад сказал, нет блага в том человеке, который не требует имущества, не зарабатывает. Этим имущество он может закрыть свои долги. Защитить свою честь. И если он умрет, то это имущество останется наследством для тех, кто будет после него. Они возьмут из этого какую-то пользу. А тот, кто не старается, не зарабатывает, в нем нету блага, сказал великий ученый Саид Мин Мусайид. Продолжение следует... Продолжение следует...